Подали иски, отдают, идите в мировую часть, хотя уже суды были в районах суда, уже выигранные причем. Вот, что они делают? Они с нами что-то делают, вернее, может они думают, что они с нами что-то делают, либо пытаются. Я уже, понимаешь, я уже начинаю злиться, вот когда я тебе говорю, что я тебе буду представлять, и я буду говорить, а не молчать, вот так сидеть, да, да, Владимир Владимирович все скажет. Нет, Вова. Я тебе говорю, ты послушаешь, как я общаюсь. Так приди в суд, приди к этой судье, которая вынесла это определение, это через приемную, через пристав скажи, вот иду к такому-то судье, все, и приди устрой скандал, я подойду все тоже это зафиксирую. Скандал, они не боятся, потому что нету скандала, а им нужно такой скандал, что председатель сюда прибежал. Что это такое? Здесь не надо знаний законов, ничего, это просто злоупотребление. Вчера судья точно такой же иск рассматривала, рассмотрела и вынесла решение в нашу пользу, а сегодня судья соседнего кабинета выносит, вернуть без рассмотрения. Что это такое? Надо сходить туда, может завтра? Конечно, надо прийти и сказать, что такое, давай вот, мы тебя принесли, возбуждай, что хочешь делай, отменяй свое постановление. Какое основание возвращать исковое заявление? Какое основание? Я говорю, потому что я устал от этого всего, я смотрю, беспредел твое, видео твое, вот этот беспредел, они уже меня просто вводят в состояние юриста. Все вот эта информация все мыканье, пыканье. Потому что они думают, все, мы отписку сделали, он пускай идет обжал, вот это еще месяца на два, это пока он подаст частную жалобу, пока мы это делаем, какой он на два месяца? Полгода. И через полгода в итоге будем рассматривать исковое заявление. А может он к этому времени уже скажет, плюнет, да нафиг мне это надо. А вот чтобы этого не было, надо сразу прийти и сразу мозги разодрать, просто заснять это все на видео и выложить в интернете. Сказать, вот посмотрите кто. Мне плевать, послушай мне, мне плевать на вот этот их штраф, даже если они там какую-то вынесут 500 рублей штрафа за видеосъемку. Во-первых, эта видеосъемка не просто так, а это фиксация именно незаконных действий судьи. Они могут запрещать, могут не запрещать. Судья, который будет запрещать видеосъемку, если я фиксирую ее незаконные действия, она тем самым будет совершать уже неправомерные действия. Потому что здесь не просто фиксация там какого-то судебного заседания или еще что-то, а фиксация конкретного правонарушения. То есть сбор доказательств для квалификационной коллегии, для подачи частной жалобы, что вот судья себя так ведет. То есть она не просто выносит незаконные определения, а заведомо незаконные определения. Потому что есть разница между заведомо незаконным и незаконным. Потому что заведомо незаконные это когда судья знает, что он нарушает закон. По поводу Вашего ведения аудиозаписи судебного заседания, соответствующие ходатайства у Вас имеется? Давайте не будем устраивать представление. Хорошо? То есть Вы в судебном стане ведете аудиозапись? Да, я веду видеозапись. Для этого мне не требуется, согласно статье 10 ГПК, какое-то либо согласие. На судебном стане проводится аудиозапись посредством следствия, а также проводится представитель МИСА ведется аудиозапись судебного заседания. По какой причине вы вернули исковое заявление, где я являюсь представителем о защите прав потребителей? Там все было разъяснено, но мы с вами не сможем это обсуждать. То есть вы считаете это правильно? То есть ваши коллеги выносят решение, а вы просто возвращаете? Все в определении написано, поэтому если не согласны, пожалуйста, обжалуйте. Но я поэтому спрашиваю. Если вы не согласны, там в определении, пожалуйста, обжалуйте. Конечно, что вы не согласны. Да, пожалуйста, обжалуйте. Вы говорили, что зачем вы заупотребляете своими полномочиями? Про ограничения тут не пытались сделать, аудиофиксация. Нехорошо так делать. Естественно, мы обжалуем. И коэффициентную полигию судя направим. У нас еще одно есть, которое не подано в Октябрьский суд. Мы его также будем подавать? Денис, мы иначе не можем подавать. И заодно исходим, подадим и спросим. Вы нам также откажете? Из кого из заявлений, в котором указано только взыскание компенсации морального вреда, то есть нематериальное благо, то есть заявлено требование неимущественного характера, оно рассматривается в районном суде. Если бы помимо этого требования было заявлено в взыскании какой-то конкретной суммы, допустим, не вернули деньги за товар и тому подобное, да, это бы было подсудно мировому судье. Нет, я про другое. Смотри. До этого раза ты подавал онлайн. У тебя все принималось. И все рассматривалось, да? А, ну чисто как через онлайн можно. Нет, смотри, это не имеет значение. Вот если интереса, вот я подал сейчас ручную, ну вот сам отнес. А если вот это третье, оно есть. Просто так, для интереса. Ты подашь. Интересно, оно пройдет или не пройдет? Я думаю, пройдет. И потом, ребята, а в чем дело? Вот это мы подали, вот, а это вот. Может поменяйте свои решения или будем? Она не имеет права поменять решение, потому что она его уже вынесла. Его может поменять только вышестоящий суд. Все понятно. А как не может? Владимир Владимирович, ты забываешь, у нас в Минске суде могут. Они могут даже частную жалобу в областный суд не направлять. Что ж ты долго-то, а? Хотя, как вариант. Принесешь им частные жалобы, может быть, она скажет, ой, я ошиблась, я невнимательно. Она прочитала и начнет осматривать. Ну, и так попробуй. Как бы, исходя из того, что здесь такое происходило, почему бы там это не может? Ну, просто, представляешь, в наглую частную жалобу не направлять. То есть, она вынесена. Мы же ответ даже получили от них. Да? От них самих. Это пофигизм. Это безнаказанность. Ну. Ну. ПОФИЛЬНЫЙ 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 ПОФИЛ